В том, что он являлся представителем для общего советского, в чечне советского, различных народов, населявших нашу территорию, в Тулышее занимали небольшую часть населения. И здесь, как раз, тут только руки разведешь, потому что за такие боевые успехи невозможно было его не наградить. И когда маршал Черняховский сделал представление, которое пролежало несколько десятилетий, пока не превратилось в указ президента о награждении его второй звездой героя, то, вы знаете, вот у меня сейчас чувство, я посмотрел материалы памятника и в Волгограде, и в Ленкаране, и в Баку стоит ему памятник. Вы знаете, вторую звезду надо все-таки восстановить на памятнике. Потому что он ее заслужил, еще будучи живым, а не будучи мертвым. А вот эта бюрократическая машина, которая с запозданием, так сказать, это все включала, это историческая несправедливость. Но что я сегодня еще хотел бы вам сказать? Вы знаете, я хотел бы передать, вот мы с вашим товарищем, с моим другом, мы вместе посетили, были на встрече с вице-президентом Академии Георгиевских Проблем Севковым Валентином Константиновичем, он в запасе капитан первого ранга, он зам Ивашова Генерал-Армии, известного вам. Мы очень много разговаривали, очень долго разговаривали, у него дома усилково, насчет вообще капказских народов, проблем Кавказа. Мы знаем сейчас это, но это не только сейчас, это идет уже многие-многие десятилетия и столетия, идет борьба за Кавказ, за кто главный, кто не главный. Но единственное что, единственное что, до сих пор, и вот здесь необходимо подчеркнуть, до сих пор талыши не реабилитированы как нации. И это большой недостаток. Это часть советского народа, который принимал участие не только в боевых действиях. Мы порой забываем, празднуя годовщины тех или иных боевых побед нашей армии, мы забываем о тружениках тыла. А ведь это было очень тяжело. Большое количество талышского народа были переселены в другие районы, но они помогали фронту своим трудом. И, знаете, очень мало у нас, а пора бы давно поднять тех, кто работал в тылу. Они, если солдата хоть как-то кормили пайком, то тружеников тыла порою вообще не кормили. Хорошо, если у кого-то свой огородик был. Так вот, я вернусь к теме все-таки реабилитации. Во-первых, ее незаконность не вызывает никаких сомнений. Академия геополитических проблем, Академия военных наук, которую я тоже представляю, мы готовы совместно с вашей организацией выступить инициаторами перед президентом, перед Конституционным судом России о том, чтобы такой акт был произведен. Это раз. Второе. Я, мой помощник, сидит, уважаемый Ахундов. Так получилось, что он сам из Ленкарани. И я бы очень хотел попросить вас. Дело в том, что его отец одновременно учился и был в детстве знаком, и учился в одной школе, и до юности они были друзьями. А это тоже историк. Вот я бы хотел, чтобы он... Подойди сюда, пожалуйста. Чтобы он хотя бы два слова сказал об этом. Почему? Потому что искусственно... Искусственно. Я очень уважаю и азербайджанский народ. Я очень уважаю и другие народности, населяющие Кавказ. Но никогда... И вот сейчас вы услышите. Он сам азербайджанец. Но никогда не было вражды. Были политические, были игры политического характера, которые пытались, порой и пытаются, сталкивать народы Кавказа между собой, решая свои частные, именно частные свои политические вопросы. Это неправильно. Я вот предлагаю здесь сейчас, вот он сейчас расскажет о юности, более подробно. Но я бы хотел, чтобы организаторы сегодняшней встречи не забыли о нашей готовности присоединиться. Присоединиться.